Всем приветик, вот и Экспандед. Сегодня у нас 15-я часть, и помните я проводил опрос насчёт того, что строить на нашей новой территории фермы? Вот такие вот результаты получились, и что же я решил? Я решил сделать все эти варианты, просто чего-то больше, чего-то меньше, в зависимости от процентов. Не знаю, как хорошо у меня это получится, но посмотрим. А сейчас, давайте как обычно, я запускаю заставку, а вы пока ставите лайкосик. Окей. Помните, в прошлой серии в конце всё жёстко забаговалось, и у Клэр сломалась комната? Так вот, сейчас всё пофиксилось, перезапуск помог. Итак, что же происходит у нас на 15-й день осени? Ээээ, ну во первых, меня сдолбала эта ананасовая шляпа. Хочу выглядеть как нормальный фермер, а носить вот это вот, чисто ради ржаки я уже чё-то не хочу. Второе, надо поделать всякие делишки на ферме. И третье, вперёд за кварцем. Из всего вот этого списка я решил начать с 14% вольеров. На 14% думаю 1 вольера хватит. И вот на этот один вольер мне нужен очищенный кварц. А кварца нет. На самом деле он был, но я нашел его позже, там жесткий тупняк произошел. Итог в любом случае такой, мы в шахте. Потом выпал радужный осколок с личинки, с вот таким вот шансом, вообще что происходит. Ну и вечер, кварц, кроватка. День шестнадцатый. Жмякаем кристальную рыбку в пруд и ярмарка. Джим принес кучу радужных осколков, две древние вкусняшки и жемчужинку. Мы заняли первое место. Жестко инкризим жетону на зеленушке, правда зачем, не знаю. Тут особо ничего прикольного и не купишь, все уже давно куплено. Ну, пора спать и переходить к новому дню. День семнадцатый. Иридевая матышка и покупка вольера для слаймов. Также пора плыть на остров. Тут у нас урожайчик, смотрите, какой классненький, прекрасненький, а? Клюквочка, ананасики, розочки. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. И даже медик. Я хочу попасть в мир Старде Валли, хочу там жить. А еще хочу вам представить новую шляпу Джима, которая просто прекрасна. И мне кажется, мы с ней надолго. Вулкан, осколки и чары. Конечно, не совсем те, которые хотелось бы, но вот, да, эффективные чары. Восемьдесят штук и восемнадцатый день. Четверг восемнадцатого дня. Да, самое важное событие этого дня – прокачка мусорки. Но потом была еще одна немаловажная часть, я вспомнил про сарай деда. Его починила Робин еще примерно в конце тринадцатой, где-то примерно в начале четырнадцатой серии. А я вот только в начале пятнадцатой про все это дело вспоминаю. Да, такие пробелы между сериями и на меня плохо влияют, видимо. Короче, рум-турчик на сарай, друзья, смотрим. Значит, на нижнем этаже у нас тут место для бочек всяких, венцо там, так далее, туры-пыры. Наверху крутая красивенькая тепличка. Будем тут выращивать, потом скажу, че будем, это немножко спойлеры. Ну, возвращаясь на нижний этаж, тут есть еще старые записи деда, какие-то чертежи записи, учетные книжки с доходом фермы, а еще какие-то исходные коды экспандета. Теперь о высокогорье. Оказывается, тут у Ланса можно переночевать. Вы знали? Меня, например, это удивило. Потом я пошел дальше исследовать эту локацию. В прошлой серии мы исследовали далеко не все. На самом деле здесь есть еще спиральный подъем с повсюду раскиданными преградами в виде больших бревен и камней. И этот подъем ведет к вершине горы, на которой сидит босс. Ну как босс? Просто такой жирный динозавр с огромным количеством хп. Добрались мы к нему только к позднему вечеру, пришлось сражаться в потемках. Ух, это было настолько эпично, я не могу. Просто какое-то закликивание, я не знаю. Вскоре Джим его одолел. Мы получили слитки, кости, яйца, сундуки дорогие, ё-моё. И ключик. Золотой ключик, который должен открыть какую-то дверь. Спим у Ланса и на утро идем искать, что же все-таки открывает этот ключ. Да, на календаре 19 число Джим в местной шахте Высокогорье сражается с черными чертилами-воротилами. Я сделал скрин всей шахты, посмотрел на него внимательно и обнаружил вот этот секретный проход. Добираемся до туда и оказывается мы попали прям в точку. Там как раз сидел в заточении какой-то дварф. Джим его освободил, а дварф пообещал нас как-то отблагодарить. Какие мы молодцы, а? Очень приятно, очень мило. А вы, блин, чертилы-гниды, просто последние твари, блин. Джим немножко покопался в этой шахте. Ресурсы хоть и не новые, ребят, но их здесь много. А на ферме они начинают у нас кончаться. Так что, ну чё бы не покопать, а? А вот и ферма. Пришел Марлон, дал яйцо для вольера. Первый слайм скоро готов уже будет. А пока он вылупляется, на свет уже появился наш страусенок. Чисто чувак. Суббота, 20-й день. Пора перемещать бочонки, встречать Робин, который предлагает построить мостик возле сарая деда. Для этого нужно подфармить камушка, ну, или просто купить его. Элементарно. Заодно тут же у Робина заказываем первый прудик для новой земли. Да, теперь я занялся самым большим процентом. И небольшая катсценка с Клэр, с продолжением сюжетки о съемках в фильме. Причем, либо у меня не проигралась одна катсцена, либо так и надо, но мне она показалась какой-то неполноценной. Как будто бы какой-то катсцены между ними не хватает. Вот здесь, как будто бы Клэр уже туда съездила, непонятно почему без меня, но ей понравилось, все круто, даже совсем скоро первый показ ее фильма будет. В общем, ждем, но все как-то странно. Теперь смотрите внимательно. Гайд, как подружиться с Кробосом. Давненько гайдов на канале не было, так вот, смотрим. В общем, вначале подходите к нему обязательно, покупайте у него яйцо пустоты и дарите ему же. Ставьте лайк, если делали так. А если не делали, то подписочка на канал, вот так вот, да. Ох уж эти байты. Вечернее высокогорье. Тот самый спасенный дварф открыл магазинчик в скале и стал продавать украшения. Крутые, конечно, но бесполезные, блин, и дорогие. Тем не менее, я все равно не смогу держаться от этой руды и кристалликов. Поставил их тут же у ланса. Двадцать первый денек. Пока мы там занимались своими фермерскими делишками, Морис тут замутил такую имбу, ребята. Он, короче, окончательно завершил план развития Долины Стардио. И вообще, просто певец. Вот оно, смотрите. Эпичное представление новых членов Джоджо Эмпориум. Ё-моё. Появление новых дорог, парковок и... Омагод. Самое главное, появление огромного Джоджо Центра. Ребят, это офигенно. Ветка с Джоджо и в Экспандед просто идеальна. Есть, конечно, обиженные лица, но это уже дилемма такая, знаете. В Экспандед либо ты выбираешь путь Джоджо, то есть современность, развитие технологий и все такое, но теряешь Пьера и его семью. Либо выбираешь путь природы, простоты, с кучей фантастической магии, восстанавливаешь клуб, там, вау, как бы на благо города, да? Но также теряешь не менее хороших людей, таких как Моррис и Клэр. Мне очень нравится, что в Экспандед обе эти ветки хороши по-своему. Итак, что же тут с контентом в этом новом мега-центре? Начнем опять с кучи декораций. Да, тут опять куча всякой бесполезной дичи, но красивой. Потом здесь есть отдел с едой, можно просто закупать себе бафы на каждый день. А также здесь есть отдел с новыми культурами. Какие-то мощные супер модифицированные растения Джоджо. Что ж, предлагаю потихоньку тестить эти новые супер технологичные культуры, возьмем, в общем, на пробу. И финальный отдел, диковинки и раритет. Там просто можно взять и тупо за 100к купить осколок. Но больше всего мне понравилось то, что я просто смог купить здесь некоторые недостающие артефакты в музей. Вот такой вот центр, друзья. На улице Джим поставил еще один телепорт для Нексуса. И я думаю, ветку с корпорацией Джоджо можно официально считать завершенной. Как бы в теории да, но потом там еще контент откроется, но я не уверен, что он связан с Джоджо, но... Пора сдавать артефакты в музей, забирать подарки и сажать новые мега-растения. Через них даже пройти нельзя, ё-моё, а я их потом собрать смогу, интересно? Но они вроде бы просто собираются, они не на шпалерах. Возможно, я жестко тупанул, а может быть и нет. Потом древний плодик и следующая неделя. Понедельник 22. Первый прудик готов, в нем будут сидеть огурчики. Также Джим посадил дубы, а то нам надо побольше бочонков, а дубовой смолы не хватает. Потом весь день была расчистка фермы и застилка всего пространства дорожкой. Оказывается, у меня и тут место есть, так-то да. Спим, денюжки и новый день. А, не, ну вот, про чё я и говорил. Ветка с Джоджо, возможно, еще не совсем закончилась, но это может быть и основной сюжет, как бы. Нам предлагают купить виноградник Аврора. Тот самый, заброшенный далеко в лесу Сандерцеп. Я должен был его показывать в роликах, но не уверен. Возможно, я просто не делал на нем акцента. Но он там есть, и вот его можно купить. Да, единственная проблема, это цена. В пять лимончиков. Не, ребят, не, это будет не скоро. Совсем не скоро. Закупаем пшеничку для перехода на новый сезон, чтобы грядки сохранились. Правда, блин, зачем я это сделал? Зимой же и так ничего не растет. Все, еще немножко обустраиваем ферму и уже денежная табличка. Новый 24 день. Созрели наши удобренные ананасики. Нам их хватит и в катки. Пока что воображаемые катки. Также тут Моррис попросил вдруг у Клинта 30 золотых слитков для какого-то проекта. Но Клинт такое количество не потянет, поэтому просит нас притащить ему столько слитков. К счастью, не просто так. Взамен предлагает расчистить какой-то секретный проход на ферме. Без проблем, в целом принесем, да. Только вначале закупимся углем для крафтокадок. Еще нужно забежать к Робину за камнем и древесиной и купить новый пруд. Угу. Скрафтил катки, решил еще подкупить ресурсов. Еще накрафтил каток. Нет, думаю, маловато. Пошел купил еще ресурсов, а тут и деньги кончились, е-мое. 30 штучек слитков Джим сегодня же вечером и приготовил, завтра отнесем. Итак, четверг. Монстры, грибы вот эти вот выросли. Класс. Да, это те самые, которые нам Ланс велел вырастить. Я потом такой подумал, подумал и говорю Джиму. О чем мы наши монстры-семена для других сезонов? Просто не посадим их сейчас в нашу новую теплицу в дедушкином сарае. Так и сделали. Зимой они должны уже вырасти. Слитки Клинту. Посмотрим, что за секретный проход у нас там появится. Далее были островные дела. Дружба с Лансом и немножко вулканчика. Новый страус у нас будет, кстати, классненько. Пятничка, 26-й день. Клинт говорит, что к завтрашнему дню тропинка будет расчищена. Ждем, ждем. Садим пятнистого криворота во второй пруд. Будет кварц давать. Опять закупаемся ресурсами у Робин. Опять пруд. И снова катки. Совсем скоро тут будет просто опупенное производство ананасовых джемов. Хотя какой скоро, оно уже идет, ребята. Уже вторая соточка в одной серии, между прочим. Субботка и новая локация с горячим источником. Проход к которой как раз расчистил Клинт. Тут можно восстанавливать энергию. И самое крутое, что это находится буквально под боком. Ни в какие гуры ходить не надо, вообще хорошо. Еще были дела на ферме в виде крафта. Опять новых кадок. Дружба с Лансом. И вот уже праздник духов. Теперь это мой самый любимый праздник. Потому что помимо офигенных портретов персонажей, в Экспандат на второй год лабиринт полностью меняется. Из-за чего повторное прохождение такое же интересное, как и в первом году. Ничего спойлерить не буду. Немножко сложно, но в общем и целом просто отпад. Еще и не одну тыкву дали, а сразу три. Итак, финальный день осени. Что же там было? А ничего особенного на самом деле. На ферме очередной урожай древних плодов. Потом нытье Пьера и Кэролайн. Блин, ну в чем твоя проблема, Пьер? Ну сколлаборируйся ты с этим Джоджо, блин. Ну если так настолько плохо все с работой сейчас, потому что Джоджо Марта тащит. Ну в чем проблема соединиться? Просто сколлаборироваться с Джоджо Мартом, ну в чем твоя проблема-то, господи. Я не понимаю, и деньги будут, и вообще класс, да наплюй ты на этих Джунима, блин. Внезапное обнаружение кварца в другом сундуке. Он у меня там был с начала серии, блин. А теперь вспомнить, как я весь день искал его в шахте. Также новые катки для икры образовались. Вечерние подсочники, вечерняя магия и ночной сон. А пока Джим спит, вы можете поставить лайк и кликнуть на вот этот видосик. Это либо продолжение Экспандета, если оно вышло, либо какие-нибудь крутые фактики. Все, всем пока и карамбола форевер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова